Дом, который лечит сам себя. Это главная идея авторов одноименного проекта. На этом мини-заводе производят живой бетон, в котором содержится бактерия, вырабатывающая известняк. И тем самым она восстанавливает каждую трещинку в блоке. Участники Робофеста при Волжье увидели однажды снос ветхого дома и теперь таким образом хотят построить город будущего. Наши детки, конечно, хотят видеть наш город красивым, современным. И вот у нас возникла такая идея. Мы тоже посетили музей, конечно, изучали разную информацию. И вот нашли такую информацию, что одни ученые нашли такую бактерию интересную. Проектировщики, смарт-аробики, Сириус, инженеры, изобретатели гоночных болидов, агротехнобокс, служба спасения водоемов. В пятом региональном робототехническом фестивале Робофест при Волжье приняли участие более 200 команд. Ребята создают фантастические проекты, которые когда-нибудь можно будет применить в реальной жизни. Например, вот эта точка отправления межпланетного такси – космодром «Звездный». Всероссийский технологический фестиваль Робофест – один из крупнейших в Европе и один из многочисленнейших в мире фестивалей. Только в этом году свое научно-техническое творчество представили более 500 участников. Слаженная командная игра, конструкторские разработки, глубокие познания физики и математики – по этим критериям определили победителя. Региональный робототехнический фестиваль Робофест при Волжье проходил три дня. Возраст участников – от шести лет. Сегодня наши дети живут в технологическом мире. И задача учителя, воспитателя – правильно и корректно провести по этой образовательной траектории. Дети схватывают все, что происходит, настолько быстро они просто в этом родились. Поэтому для детей это абсолютно несложно. Дети с удовольствием играют, количество участников растет, родители поддерживают своих детей. Сегодня на рынке IT-услуг гигантский спрос на новые кадры. Именно те ребята, которые сегодня с первого, шестого, может даже десятого класса погружаются в эту среду – это наши потенциальные программисты, системные администраторы, руководители проектов – это те люди, которые формируют цифровую экономику Российской Федерации. После победы в региональном этапе участники отправятся на конкурс в Москву. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Елена Малютина, Василий Калдашов. Субтитры создавал DimaTorzok Елена Малютина, Василий Калдашов. Субтитры создавал DimaTorzok